МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очищать надо советскую власть от таких, как ты, гнида! Турды! Тур! Место гад! Место гад! Место гад! На митинге перед присутствующими выступили Аким области Бердебекса Парбаев, представители религиозных общин и творческих коллективов. Выступая на траурном митинге, глава региона отметил, что в годы террора погибли тысячи ни в чем невиновных казахстанцев. Но также допонял, что, несмотря на многочисленные трудности и бедствия, казахский народ не растерял своего дружелюбия и щедрости по отношению к представителям других национальностей, волею судьбы оказавшихся в казахстанских степях. Мы помним историю во время этой политики, сколько тысячи русских, украинцев, немцев, чеченцев и представителей других корейцев, представителей других национальностей были принужденно переселены в Казахстан. И казахи, как свои братья, делились куском хлеба. Вот это политика казахов. И сейчас продолжается Казахстан в мире, является страной мира, согласия, самой главной дружбой. После выступления Акима по мусульманскому христианскому обычаям были прочитаны молитвы по усопшим, а затем присутствовавшие почтили память в невинно убиенных минутой молчания. Два десятка лет назад, первый раз, когда вот это открывали, была такая очень интересная института, там Таранова была режиссер, был грузовик военный, вот это осуждены люди, расстрел. Мы сами были расстроены такие, сами стояли тогда, плакали. И с каждым годом вот это вот мероприятие продолжает. И я считаю, что это очень для молодежи показательно, чтобы знать, какой ценой достигнута сегодняшняя жизнь, наши условия жизни, хорошая жизнь. Несмотря на преступления сталинского режима, многие до сих пор положительно отзываются о Иосифе Виссарионовиче, как о лидере СССР. По словам защитников отца народов, в период становления самого большого государства мира, нового политического и социального строя, был необходим жесткий правитель. Понятно, что решающую роль в почитании Сталина сыграла победа в Великой Отечественной войне. «Подъем страны был, начинался подъем, и более знаменитые, которые люди поднимались, их истребляли, уничтожали, как говорится, по... Ну, Сталина тоже судить нельзя, может быть, и волные какие-то подчиненные давали такие сведения противоречивые, которые... И молодая республика, она поднималась, строилась, поэтому там очень много нюансов. Еще до сих пор полностью история не раскрыта об этом». Как ни странно, этого мнения придерживаются и многие родственники репрессированных. К примеру, семью Вячеслава Брауна сослали в Казахстан из украинского Запорожья еще до войны. Отец был обвинен в валютных операциях. Практически всю свою жизнь Вячеслав прожил в Актюбинской области. Советская власть отказалась возвращать репрессированных на родину. Тем не менее, сын репрессированного считает, что массовые ссылки были скорее вынужденной мерой властей для построения сильной державы. Как говорится, лес рубят, щепки летят. «Сажали за все в сталинское время. Ну, чтобы, как говорят, враг не пробрался, а враг, мы знали, это капитализм. Поэтому и подвергся такой чистке сталинских репрессий. Что сказать Сталина, я бы хотел так сказать. Да, ошибки были и большие. Исправлять нужно было тогда, а тогда исправляли очень трудно. Не Бог что-нибудь не так сказал, и сам подвергся этим репрессиям». Парадокс поддержки жертвами своих палачей широко известен в истории и, как утверждают ученые круги, зависит от промывки мозгов пропагандой. А сталинская машина массовой информации до сих пор остается показательной для всех тоталитарных режимов. Так понятие «враг народа» автоматически становилось клеймом изверга и чудовища в человеческом обличии. «Категория враги народа – это сильнейшая категория, ибо они объявили всему миру, в том числе тогдашнему советскому народу, построить справедливое государство, что все народы будут иметь одинаковые фраба, одинаковые возможности, а эти люди оказывают сопротивление. Кто они такие? Значит, они враги народа. Вот именно как их потом уже репрессировали, как врага народа. Как врага народа. Отсюда, вы абсолютно правы, это было общесоюзное, общесоюзное, можно сказать, даже в кабычках, движение, репрессия». В нашу область в те годы были высланы как политически ненадежные около 18 тысяч человек различных национальностей. Это и русские, и украинцы, болгары, и чеченцы, поляки, ненцы и евреи. Все время высылки эти люди находились под неусыпным надзором НКВДшников. Поэтому тем более странно, что на сегодняшний день, по словам историков, достоверных данных о том, сколько конкретно было репрессировано и уничтожено в сталинских чистках, нет. «Вообще, сегодняшний день, как вы знаете, в 97-м году Нурсанамич Назарбаев назначил днем памяти по жертвам голода и репрессий. И не случайно сегодня внутренняя политика Актюбинской области совместно с нашим Жубанским университетом мы проводим эту конференцию. Конференция посвящена именно хотя бы кратко подведением итогов тем научными исследованиями, которые проводились в нашей области по этим темам». В Казахстане с 1921 по 1954 годы по политическим мотивам было репрессировано приблизительно более 103 тысяч человек и расстреляно свыше 25 тысяч. Среди них Турар Рыскулов, Макжан Жумаваев, Ахмед Байтурсынов и многие другие. По некоторым данным, в нашей области было репрессировано около 8 тысяч человек, в том числе расстреляно более 1800. Это была традиционная рубрика подробностей и я ее ведущий Антон Пережогин. Звоните по номеру 219-290, предлагайте темы, делитесь своими проблемами и становитесь соавторами наших будущих программ. До встречи.